Всё, что связано с землёй, с выдачей разрешений, с историческими зданиями, там всё покрыто какой-то, ну, таким налётом небольшой коррупции. Сталкивались с этим? Нет. Нет, не сталкивались, но разобраться удалось. Да. С тем, с чем не сталкивались? Система такова, что нужно всё упорядочить документально, и тогда будет порядок. Сколько всего памятников в нашей республике, которые требуют охраны? Если быть точно, сейчас 5 1917, но это на сегодняшний день. Иногда на этот памятник смотреть же больно, он весь разваливается. Если мы возьмём сейчас нашу, хотел сказать, дорогую ратушу, ну, будем говорить, пускай дорогая ратуша. Дорогая ратуша. Во всех отношениях. Во всех отношениях дорогая ратуша. Про башню Сюмбеке. Объект ЮНЕСКО, куда она денется? То ли кренится, то ли падает, то ли из неё все туристы к лаку повынимали. Её нам нужно, безусловно, стабилизировать. Какие-то отклонения, они плюс-минус туда движения, мы в любом случае, они имеют место быть. Иван Николаевич, здравствуйте. Добрый день. А вы комитет возглавляете с самого его основания, да? Да, с 2018 года. А до этого работали в органах юстиции и отвечали за антикоррупционную повестку? Антикоррупционная повестка в моей жизни была целых 7 лет. 7 лет. Ну, это значительный срок. Вы большой специалист в этой области, наверное, да? И мне кажется, вас не случайно назначили на это направление работы, поскольку всё, что связано с землёй, с выдачей разрешений, с историческими зданиями, там всё покрыто какой-то, ну, таким налётом небольшой коррупции. Нет? Чтобы во всём этом разобрались. Ну, если откинуться там в прошлое, культура была тоже в зоне нашего внимания. Ну, вам удалось разобраться? Сейчас, да. Сталкивались с этим? Нет. Нет, не сталкивались. Но разобраться удалось. Да. С тем, с чем не сталкивались? Система такова, что нужно всё упорядочить документально, и тогда будет порядок и в головах, и в документах. Иван Гущин родился в Казани, окончил Татарско-Американский оригинальный институт, а также Казанский филиал Российской Академии правосудия. Трудовую деятельность начал в Министерстве юстиции Республики Татарстан, затем работал заведующим отделом антикоррупционного мониторинга управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. В 2018 году назначен председателем комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия. Награжден медалью за доблестный труд, женат, воспитывает двоих детей. На этой неделе отмечается замечательный праздник, День памятников и исторических мест, установленный ЮНЕСКО. И когда мы говорим об исторических памятниках и историческом наследии, то, конечно, первый акцент делается на таких знаковых и якорных объектах, как Кремль, Болгар, Успенский собор. А вот сколько всего памятников в нашей республике, которые требуют охраны? Охрана требуют все, которые у нас на учете. Я понимаю, сколько есть всего. Это почти 6 тысяч. 6 тысяч? Это 6 тысяч объектов, я могу их разложить. Но если быть точно, сейчас 5 917, но это на сегодняшний день. На самом деле цифра всегда прибавляется. А за счет чего она прибавляется? Ну вот, во-первых, мы проводим плановую работу по инвентаризации исторических объектов. Во-вторых, нам помогают краеведы, историки, которые обращаются и говорят, сохраните это здание и это здание. Естественно, мы включаем в реестр то, что ценно. И есть определенные критерии. Для памятника архитектуры, например, 40 лет, и уже объект может быть включен в реестр. Объект должен обладать уникальной историко-культурной ценностью. И для этого проводятся соответствующие экспертизы уполномоченными людьми, уполномоченными Министерством культуры Российской Федерации. И только такие экспертизы мы принимаем. Что касается объектов археологии, таких у нас около 3 тысяч объектов. Все, что связано под землей. Ну, понятно, вы вот сейчас вспомнили, Болгарское городище, которое сегодня в ЮНЕСКО. Кстати, вот Успенский собор сегодня тоже находится на территории выявленного объекта. Мы тоже признали весь остров Грацвияжска недавно объектом археологического наследия. И там свой порядок. Ну, это происходит как? Это республиканский или федеральный статус? Пока выявленный. Остров Грацвияжска, пока мы его в промежуточный статус, который требует уточнения для включения уже в федеральный реестр. Если болгарское городище, естественно, объект федерального значения, объект ЮНЕСКО. Что касается... Почему прибавляется? Ну, вот у нас очень хорошо работает археологическая служба в республике. Большая команда, и когда выходит на изучение, по закону требуется провести историко-культурную экспертизу земли, они выходят, шурфят. Вы признаете это памятником? Вешается табличка на этот памятник, да? Ну, кроме археологии. Ну, да, кроме археологии. Вот на здании, я как раз про здание, поскольку человек городской, часто встречаюсь с памятниками как раз в столице республики. И иногда на этот памятник смотреть же больно, он весь разваливается. А даже иногда больно не то, что на памятник смотреть, а на людей, которые в этом памятнике живут. А после того, как вы повесили табличку, уже практически ничего там сделать невозможно. И найти инвестора невозможно, потому что дорого этот памятник восстанавливать. Как вот этот баланс соблюсти? Баланс соблюсти? Такой дискуссионный вопрос. Действительно. Многочасовой. Ну, а вы заходили же, наверняка заходили, видели, как в этих памятниках люди живут. Да мы во все заходили. Я сегодня... Комитет по охране культурного наследия сегодня располагается вот в бывшем как раз таком здании. Это дом Тратаевского, он расселен был в 2012 году. Но государство приняло решение его не приватизировать, а отдать под нужды административные для размещения вновь созданного комитета. Мы его отреставрировали, и вот уже год с небольшим там располагаемся. Насколько сложно вообще найти инвестора для памятника архитектуры? Ну, я вам скажу, сегодня активно мы через государственную казну, это Министерство земельных и коммунических отношений, продаем объекты, приватизируем буквально вот на прошлой неделе при стартовой цене в рубль. Объект, если не ошибаюсь, был продан в Адмиралтейской Слободе за 43 миллиона рублей. То есть были инвесторы, которые готовы были купить бывшее здание налоговой службы. То есть, подождите, они заплатили за нереконструируемый объект 40, а им еще реконструируемый объект? Ну, учитывая, что объект в крайне неудовлетворительном состоянии, там по перекрытиям у нас вопрос обрушения кровли, я думаю, на строительном сленге это, наверное, будет реконструкция. То, что вы видите удручающие объекты, может быть, это не только объекты культурного наследия, это и градоформирующие объекты, таких у нас 430. Итого, тысячи объектов в Казани мы контролируем, охраняем. Их вы тоже охраняете. Подо все эти объекты необходимо же найти людей, которые готовы будут вложить деньги для того, чтобы, во-первых, и город сделать красивее, да, и для того, чтобы людям облегчить жизнь. Вы знаете, вот я скажу, что каждый объект, он сегодня уникален с точки зрения своего статуса, и в то же время к нему надо подходить индивидуально. Вот давайте, допустим, пример Гоголя 5. Объект в долевой собственности. И собственники просто не могут собраться, объединить усилия и, естественно, провести ремонтную работу. Понуждать там где-то неблагополучную историю, где-то социальную историю. И это не всегда тема сохранения наследия, это не всегда про реставрацию, это вопросы имущественного характера, вопросы, почему у нас в комитете работают и специалисты по кадастровому учету. Это и вопросы Росреестра, и вопросы земельно-имущественных отношений. И вот сегодня даже обсуждали, иногда памятник охраняем, и выясняется, что он там находится на двух земельных участках. Вот пока этот вопрос не решишь, о каком инвесторе можно говорить, если у тебя еще пока документально не все в порядке. У нас такое количество объектов. Мне кажется, мы, наверное, лидеры в Российской Федерации. Ну нет же, а Москву и Питер мы не были. Ну, за исключением Москвы и Питера, там уж с любого миллиона. По финансовой поддержке с бюджетом мы в лидерах, и благодаря РАИСу, республике, конечно, прошлый год, позапрошлый год, это сумма инвестиций, бюджетных инвестиций, почти 4 миллиарда рублей. Это большие деньги? Это очень большие деньги. В соотношении с другими регионами страны? Республика Татарстан таких денег, конечно, в реставрацию не видел давно. Ну да, я уж не буду другие субъекты обсуждать, это некорректно будет. Хорошо. А вот мы с вами уже обсудили, да, как сложно объект признать объектом исторического наследия или архитектурным памятником. А ведь выясняются различные потом нюансы, и может быть, вот сейчас краеведы настояли, а потом, ну, что может быть, здесь Александр Сергеевич был, да, или там Николая Васильевича, а потом выяснится, что не был. Как тяжело из памятника вывести объект и сделать его обычный дом? Мы готовились к интервью. Это вот пестрит, значит, если забиваешь Пушкины наследие в поисковых системах, обязательно. У нас есть один проблемный дом на улице Профсоюзной, 23. Правообладатель, значит, периодически задается вопрос, ну, не был здесь Александр Сергеевич, ну, что вы. Он не заинтересован, чтобы это был памятник. А там табличка, значит, висит, прикол это намертво, значит, с регистрационным номером. Я говорю, ну, у тебя один путь, вернее, два. Либо иди, подавай на меня в суд, и это будет, ну, правомерно в определенной степени, потому что исторически, как бы, ну, принято ошибочное решение. Я говорю, либо заказывай экспертизу на исключение объекта. Ну, это вообще воля уже права. Ну, при следующей встрече, ну, не было здесь Александра Сергеевича. Ну, в общем, пока мы встречаемся. Вы знаете, вот, ну, бывают такие ошибки в книжках, и потом последователи оперируют этими фактами и включают что-то. Есть книжка там целая, где бывал Пушкин в Казани. И вот там ошибочная информация, она уже там ретранслирует. Вот вы вспомнили о том, как преобразилась Казань к универсиаде, да, как были центральные улицы, исторические улицы отреставрированы. Совсем скоро нам предстоит еще одно очень важное событие. Это проведение в Казани Брикса. Приедет невероятное количество глав государства, и тоже прошла информация, что будут реставрироваться какие-то здания, где-то будут проводиться ремонтные работы. Вот объясните, это будет реальная реставрация, реконструкция, или это будет так побелка, чтобы в глаза не бросалось? Опять же, вот 200 объектов сегодня в зоне внимания сейчас у комитета. Мы, дабы не запутаться вообще во всех процессных делах, на прошлой неделе организовали серию встреч вообще с собственниками, зданиями, совместно нам помогает и с полком города в этом вопросе, потому что в зоне внимания сейчас 44 улицы. Вот те улицы, по которым будут идти маршруты, делегации и так далее. Конечно, если мы возьмем сейчас нашу, хотел сказать, дорогую ратушу, ну, будем говорить, пускай дорогая ратуша. Дорогая ратуша во всех отношениях. Во всех отношениях дорогая ратуша. Вот, конечно, мы делаем все. Там и внутренние работы, инженерка меняется, и внешний фасад, и кровля. Вы видите, как площадь, ну, вот... Рассказывать сейчас про каждый объект, напротив, сейчас здание КАИ. Тоже мы активно сейчас... Ратуша, она и так была в очень хорошем, ну, неплохом состоянии. Ну, мы же хотим блеск и шик, как бы, и нам важно, чтобы ни трещинки не было, и все было достойно. Конечно, почти 70 объектов сегодня мы только реставрация фасадов и кровли идем. Какие-то объекты мы идем комплексно полностью. Например, та же, там, мечеть Морджани сегодня полностью будет подготовлена к 30 августа. Мы все, значит, работы реставрационные внутри и снаружи. Ну, много объектов, которые идут комплексно, много объектов, которые идут только внешний фасад. Но это не означает, что внутри там что-то не в порядке. Объект, это у нас в хорошем состоянии. У нас есть... А я как раз вот про те, которые не в очень хорошем состоянии, на той же улице Кремлевской, к примеру, да, когда проезжаешь и видишь там такие небольшие развалины. Один проблемный объект, если вы про Александровский, по Сашим, пока у нас, да, в зоне как раз имущественных вопросов. Собственник там умер, и фирма обанкротилась, и там вот... За ним, кстати, очень много кто охотится. Периодически всплывает в сети интернет конкурсные управляющие, которые пытаются как-то продать. Причем сумма продажи, она там, то появляется 200 миллионов, то миллиард, то еще как-то. То есть реставрация его не коснется в этот раз? В этот раз мы не сможем повлиять никак, потому что это собственность, частная собственность, и мы просто к ней не подойдем. Я, конечно, не могу вам не задать вопрос про башню Сюембеке, которая то ли кренится, то ли падает, то ли из нее все туристы кладку повынимали. А благодаря Бриксу мы Кремлем займемся, кстати. Так а с башней-то что, она реально кренится? Может, я про другие объекты расскажу? Это как бы символ, что все хотят узнать. Да нет, конечно. Простоит, нет? Еще сто лет хотят. Я думаю, что объект ЮНЕСКО, куда она денется? Башня сегодня, будем говорить так, масштабная реставрация в этом году не случится, по причине того, что мы пока наведем марафет снаружи, по кирпичной кладке, решим вопросы с гидроизоляцией. Хотя сегодня проектный институт делает масштабное усилие по проектированию противоваренных мероприятий. Ее нам нужно, безусловно, стабилизировать. Какие-то отклонения, они плюс-минус туда движением, и в любом случае они имеют место быть, учитывая, что она падает практически с момента своего строения. То есть, вот те исследования, я вот смотрел исторические документы, с 1900 года она падает. А эти отклонения ее, они критичны или нет? Нет, ей ничего не угрожает. Мы ведем контроль, безусловно. Ну, вот это самое главное, что я хотел услышать. Мы проводили вплоть до лазерного исследования, заказывали работу по ежемесячному 3D-сканированию. Сейчас наша задача, ее вот уже, наверное, после всех этих международных мероприятий, уже запустить вторую жизнь, сделать туристически доступной, как она была раньше, и безопасной. Кремль, Успенский собор, Болгар, объекты ЮНЕСКО. В прошлом году к ним добавилась обсерватория Эльгергарта. Есть ли у нас еще объекты, претендующие на то, чтобы войти под международную защиту? Я не думал об этом. На самом деле, много уникальных объектов в целом по республике со статусом федерального значения. Наверное, сегодня еще, может быть, и не пришло время, а может быть, уже пришло время. Наверное, недооцененным и недоисследованием остается Белярское городище в Алексеевском районе. Уникальная тысячелетняя история, фактически похожая с болгарами. У нас очень много объектов в Елабуге, которые имеют статус, в том числе, федерального значения. Надо подумать. То есть нам есть что еще предложить? Красивая история. Раивский монастырь. Почему бы и не... Безусловно, красивая. Это сейчас, мне кажется, все сложнее и сложнее. Мы с такой сложной историей заходили в ЮНЕСКО, связанную с казанскими обсерваториями. И очень были серьезные дискуссии. Приезжали сюда эксперты ЮНЕСКО. И мы очень много дискутировали в плане градостроительных решений. Вы не поверите, вот просто такая эксперт была. Настойчив все ножками, мы все прошлись, все обследовали. И Казанский федеральный университет. Это международный эксперт. Да. И там все леса облазили, мы все там, все тропы прошли. А вот вы сказали про сложности с этим экспертом. А у меня как раз не подумалось, какие сложности сейчас. Мы же знаем, да, в международно-правовых отношениях. По многим вопросам возникали. Мы боялись этого. Мы боялись этого, конечно. Международная повестка, она давала свои сомнения. Но было принято решение не отступать. У нас же принято в Тарстане. А ЛГА только вперед. С нашей стороны понятно, решение было принято. А там как относится сейчас? Поменялось? У нас был стопроцентный результат. Это понятно. Проголосовали все страны «за». У нас не было ни одного отрицательного голоса. При сумасшедшей поддержке Министерства культуры России, при многочисленной поддержке Министерства иностранных дел, мы это все донесли и победили. Такая двойная победа. У меня еще один вопрос, который был подготовлен вашими специалистами, вашими коллегами. Он такой умный, что мне придется зачитать его с бумаги. Каковы перспективы цифровой трансформации отрасли в республике? Насколько допустимо внедрение цифры в классическую реставрацию? Опыт комитета в этом направлении. Расскажите, пожалуйста, по пунктам. Серьезный вопрос такой. Ну, во-первых, когда создался комитет, мы работали в разродненных 10-12 системах информационных. И учет, как говорится, начинается вот... Все сохранение начинается с учета. И вот нужно было нам прийти к какому-то правильному решению и сделать, пускай очередную, но информационную систему, которая бы агрегировала, аккумулировала все материалы, где мы работаем. Система там... Государственная информационная система обеспечения государственных действий, дом РФ и так далее, и так далее. Это госуслуги. И сегодня, вот мы на стадии завершения, у нас появилась своя информационная система благодаря поддержке руководства республики, благодаря цифровой трансформации, которая будет взаимодействовать со всеми системами. Важно нам... То есть объясните, что это такое, как она будет? В этой системе что? Там внесены все наши памятники? Ну, во-первых, да. Во-вторых, памятник сегодня сопряжен с кучей документов. Вот я уже сказал, охрана обязательств. И все там, в этой системе. Границы территории памятника, они сегодня переведены, как вы знаете, все в XY, местные системы координат, они должны быть в Росреестре и в других градостроительных системах. Для чего это делается? Для того, чтобы пользователь или правообладатель, заинтересованное лицо, нажав клавишу дистанционно на компьютере, увидел все обременения по территории. И вопрос уже даже, в том числе, не только памятников, но и покупки земельных участков, просто какой-то сельхоз земли. Он при покупке, он должен убедиться, а нет ли там какого-то селища или городища, да, которое потом ему будет такое обременение, и ему эта земля не нужна будет. То есть, получается, эта система, она интегрирована в другие системы государственных органов власти? Да, мы к этому идем, да. Мы к этому идем. Второй момент, то, что я говорил уже, из башни Сюмбики, мы используем, конечно, 3D-сканирование. Все реставраторы отмечают, что 3D-сканирование, а погрешность 2 мм, там не ошибешься. И на самом деле это очень удобно при проектировании. И сокращается и срок, и качество. То есть, получается, есть картинка. Вы четко понимаете, какая стена под каким углом стоит, и можете, допустим, через год или два, но по прошествии времени, сравнить с другой картинкой, что меняется. Да, да, да. Да. Ну и третий момент, это уже веяние вообще Российской Федерации. У нас все наши государственные услуги, все мои, вот все, что я рассказывал, все, что мы предоставляем сегодня в электронном виде нажатием одной клавиши на госуслугах вы получаете автоматически через 7-15 дней ответ, не приходя в комитет, ни в взаимодействии, ни с каким специалистом в комитет. Это прекрасное решение, которое... Понятно, есть услуги, которые требуют, будем говорить, такого... Визуального общения. А визуального обсуждения, потому что там бывают такие дискуссии, как сохранять, как приспосабливать объект. Это очень такая сложная история, приспособить объект к современному использованию. Иван Николаевич, ну хочется вас поздравить еще раз с праздником, ваш профессиональный день. И вас. И, конечно же, пожелать больших-больших успехов на вашем поприще. Памятники разные нужны, памятники разные важны. Спасибо большое. Спасибо, Аван.